Надежда до сих пор в шоке от случившегося. Возвращенный полицейскими телефон, женщина крепко держит в руках. А еще недавно она чуть не лишилась из-за него жизни. Парень подошел к ней средь бела дня прямо возле дома и приставил горлу нож. Сантиметров 15 лезвия ножа. Естественно, я никакого сопротивления не оказывала. Выхватил он телефон и побежал. Полиция сработала быстро, результативно, грамотно. С момента телефонного звонка и до момента прибытия машины прошло буквально 5-6 минут. Тут же мы ездили по району, смотрели по дворам, может быть недалеко преступник находится. Оказалось, что это далеко не единственное преступление подозреваемого. С аналогичным заявлением обратился 25-летний мужчина. У него во время тренировки на спортивной площадке, также под угрозой расправы, был похищен мобильный телефон. А 40-летний местный житель заявил о краже аккумулятора из автомобиля. Все потерпевшие сообщали похожие предметы злоумышленника. Кражу аккумулятора тоже зафиксировала камера наблюдения. Это преступление, по всей видимости, далось мужчине тяжелее всего. Он несколько минут воевал с капотом «Жигуленка». В итоге все-таки вытащил аккумулятор. Грабителя рецидивиста стражи порядка нашли и задержали. 30-летний мужчина сразу во всем сознался, но тут же пояснил. Виной всему длительный запой и белая горячка. Плохо помню. Слишком сильно пьяный был. Может быть, даже и до пилки зашел, потому что он довольно-таки давно уже пьет. Некрасиво, конечно, получилось. По словам задержанного, он и грабил-то только ради того, чтобы еще купить выпивки. Как выяснили полицейские, мужчина приехал в Москву из Калужской области на заработки. Но с работой как-то не сложилось и гость столицы запил. Деньги быстро кончились, а желание продлить удовольствие осталось. Вот задержанный и решил вспомнить лихую молодость. Раньше он уже был неоднократно судим за грабеж и кражу. Так что статьи для мужчины до боли знакомые. Правда, раньше он отбывал наказание за эти преступления по отдельности. А теперь на грабителя-рецидивиста следователи возбудили сразу три уголовных дела. Мужчине грозит немалый тюремный срок. Украденные вещи потерпевшим стражи порядка вернули. Денис Бушуев, Иван Перминов, Константин Ярославцев, Петровка, 38.